На территории Карачао-Черкесии 326 объектов, в которых хранится память о солдатах Великой Отечественной войны. Это памятники и обелиски. В преддверии Дня Победы во всех районах проводятся ремонтно-реставрационные работы. Наша съемочная группа побывала в ауле Баву Кахабесского района у памятника «Скорбящая мать». О его исторической ценности и значимости для ульчан расскажет Альбина Ламкова. Памятник «Скорбящая мать» является одним из крупнейших в регионе. Здесь захоронено около 240 солдат Великой Отечественной войны. Личность 67 человек удалось уже установить. Их имена высечены на мраморной стене. Никто не забыт, ничто не забыто. Реставрация памятников в преддверии Дня Победы – важное патриотическое событие. Ведь в каждом памятнике история страны, история каждого отдельного региона. Победы в Великой Отечественной войне с годовщиной 75-летия мы решили сделать более масштабный ремонт. И обратились совместно с главой района Шаковым Славан Асимовичем к главе республики и в парламент Карачао-Черкесии. На что к нашей радости на нас откликнулись. Здесь приехал председатель парламента Иванов, осмотрели комиссиону и решили выделить нам на ремонт данного памятника миллион рублей. Здесь захоронены солдаты, которые участвовали в сражении в январе 43-го года. Ожесточенные бои шли вблизи аула Псачадахи. Фашисты бросили в контратаку два батальона пехоты и 200 лыжников из отборных частей альпийской дивидии «Эдельвейс». Наши солдаты полностью истребили нацистов. Селяне по сей день вспоминают советских воинов, отдавших жизнь за родину. Мне старику, 82-й год, идет мне. Я помню и оккупацию немцев, и что они творили, кому что говорили. Взрослые мужчины были на войне. Собирали эти трупы кирками, ломами, со льда извлекали. Ну, у меня вот в глазах стоит с ружьем наполовину во льду, одно плечо и половина лица во льду. И его выковиривали ломами, кирками, выдалбливали. На валах относили на общие какие-то захоронения. Тогда погибших похоронили неподалеку от места боя. А в 1967 году с воинскими почестями останки солдат перезахоронили в ауле Бавука, где и поставили памятник «Скорбящая мать». С буль в душе Чащиф Астежев вспоминает встречу с одним из оставшихся в живых солдат, который приехал к мемориалу. «Командир третьей роты, высокий, седой мужчина, он рассказывал вот здесь, что мне было 19 лет. Третья рота вот здесь прошла, говорит. Оттуда шквадным огнем перекрестным встретили и расстреляли всю эту роту. С этой роты, говорит, остался я, со мной еще четверо. На этом бугру, я его сопровождал, будучи председателем сельсовета, упал на колени и плакал. Просил прощения у ребят, которые тут погибли. Простите меня, ребята, я не виновен, что я живым остался. Вот так он просил их». Такие тяжелые истории и факты, связанные с Великой Отечественной войной, и советских солдат, похороненных у подножия памятника «Скорбящая мать», Чащев-Остежев знает много. Он рассказывал их своим детям, а сейчас внукам и правнукам. О том, как сохранить и передавать из поколения в поколение историю о самой страшной войне, о мужестве и беззаветном желании служить своей родине, о подвигах наших дедов и прадедов, обязан знать каждый из нас. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево, Черкесия, Хабистский район.